Добрый день, уважаемые телезрители! В программе телевизионное и пархиальное обозрение вы услышите рассказ о наиболее важных событиях в жизни Одесской епархии в минувшие дни. Православная Одесса торжественно отметила светлый праздник Крещения Господня. В СМИ появилась неправдивая информация о том, что якобы одна из общин Саратского района выразила желание перейти в СЦУ. На месте побывал наш корреспондент. Светлый праздник Крещения Господня. Один из 12 великих, следующий за Христовым Рождеством. И хотя эти два события земной жизни Спасителя отделяет 30-летний период, однако они связаны между собой богословским смысловым наполнением. Ведь с Рождества Христова начинается явление миру воплотившегося Бога. Первые свидетели чего немногочисленны. А с Крещения начинается трехлетняя миссия Спасителя. В самом же событии происходит откровение Святой Троицы. Сын в Иордане, голос Отца и явление Духа в виде голубя. И хотя свидетелем Богоявления был лишь Иоанн Креститель, однако сам обряд наблюдали и другие люди. Духовными свидетелями этого события становятся и христиане в день праздника Богоявления 19 января. По случаю Великого Церковного Торжества, митрополит Одесский Измаильский Агафангел возглавил богослужение в двух храмах города. 18 января в Свято-Успенском кафедральном соборе «Всеночное бдение» и 19 января в храме иконо-живоносный источник в Успенском монастыре, божественную литургию и чин Великого Водоосвящения. Литургия в монастыре началась ранним утром около 7 часов. К этому времени соборный храм уже был заполнен людьми, несмотря на то, что в этом году крещение выпадает на субботу. Для большинства прихожан это единственный выходной, ведь в воскресенье они снова идут в церковь. Первоначально в церкви Рождество и Крещение были связаны в один праздник. Он-то и назывался Богоявлением или Просвещением. Спустя века произошло немало богослужебных изменений, но центральный смысл этих событий остается все тем же. Само место крещения, река Иордан, также является особым евангельским символом. Иордан вытекает из Гевелийского озера, лесноводного озера, изобидывающего рыбой, на берега которого хорошие плодородные земли, которые являются символом жизни, в котором есть жизнь. Протекает Иордан по бесплотным местам, мимо оазисов, и впадает он в мертвое море. То есть Иордан символизирует собой нашу с вами человеческую жизнь. Начинается она в полной жизни, изобилующей, проходит и по разным событиям, которые встречаются с нами в жизни, но всегда она впадает в мертвое море. Впереди всегда смерть. И вот Господь прикасается к этим Иорданским водам, и они вместо того, чтобы течь в мертвое море, в смерть, они начинают течь в жизнь. Господь дает жизнь. Иордан обратился назад. Это стих 113-го псалма. В аллегорическом смысле он относится к крещению Господню, к пришествию Спасителя к людям, благодаря чему воды нашего бытия из смерти обратились в жизнь. По окончании литургии всегда в день крещения совершается последование великого освящения воды. Вода — это и жизнь, и материя, и природа. Для древних философов это одна из четырех составляющих Вселенной. Для Священного Писания это первичная форма материи, созданная еще до самого света. Освящая воду, Церковь благословляет не просто жидкость, которая в своих природных свойствах не меняется. Церковь испрашивает присутствие Бога в наш мир, схождение Святого Духа, который все наполняет, как в воздухе вода, как огонь очищает, как земля производит жизнь. Всех вас поздравляю с этим праздником мира согласия. Сегодня свидетельств о лице Твоей Троицы. Пусть хранят вас небесные силы, радуя и утешая. В канун праздника Святого Богоявления Господня и в сам праздник Крещения по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела Митрополита Одесского и Измаильского на Одесских пляжах состоялись традиционные крещенские купания. На событиях присутствовала наша съемочная группа. Крещенский сочельник. Так в богослужебной практике Церкви именуется последний день предпразднства одного из двунадесятых праздников Святого Крещения Господня. В этот день, а точнее уже в последние минуты, когда стрелки часов возвещают о наступлении полуночи, по сложившейся многолетней традиции в нашем богоспасаемом граде Одессе начинаются праздничные крещенские купания. Сегодняшнему открытию традиционных крещенских ночных купаний предшествовал чин Великого Освящения Воды, который возглавил преосвященнейший епископ Южненский Деодор. «Т YEBAuma Genau «Ты богох наш на земле явился, еси и с человек и пожил, еси, ты и орданские струи осветил, еси, с небеса не спасав святаго твоего духа, и главы там огнезящейся сокрушил еси змеев. Сам уба человека любче царю, прииди и ныне на этим святаго твоего духа и освети воду сию». «Сам уба человека любче царю, прииди и ныне на этим святаго твоего духа и освети воду сию». После своего благодатного освящения Богоявленская святая вода в Православной Церкви называется Великой Геасмой, то есть Великой Святыней. Одной капли этой воды достаточно для того, чтобы осветить целое море. Вообще, традиция окунаться на праздник Богоявления в водоемах пришла на Святую Русь из колыбели христианской веры Святой Иерусалимской Церкви. Нет, бывало уже. Я первый раз купаюсь, да? Вот так, отлично, супер. Первый раз, все хорошо, не страшно. Всем советую. Серьезно, вода классная. После того, как окунешься, очень тепло становится. Пилепсил и так далее. В предыдущем году было холоднее. Сейчас нормально можно было устоять три нормальных окунания, помолиться Господу Богу и еще стоять здесь не одет. Так что, с Божьей помощью, слава Богу, все хорошо. Обычай освящать воду в канун праздника и в сам день праздника Крещения Господня пришел на Святую Русь из Антиохийской Православной Церкви. При этом вода, освященная в день праздника, имеет одинаковое свойство благодатного врачевания и ничем не отличается от воды, освященной в Крещенский Сочельник. Так, в сам день праздника Святого Богоявления Господня, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского-Измаильского, воды Черного моря осветил Преосвященнейший епископ Арциский Виктор. ПЕСНЯ 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 автографами целых семи человек. В противовес этому движению еще 21 января прихожане Покровского храма данного села во главе с многолетним настоятелем протерием Георгием Велковым провели собрание приходской общины, на котором более ста человек проголосовали за сохранение существующего статуса и подтвердили свое волеизъявление подписями. А с 2 февраля будет проводиться служба с новосозданою церкви, автокефально новой церкви. Это было в фейсбуке. Кто это пустил, кто это сделал, мы не знаем. Кричат, что против тех, кто до церкви не ходил. Те, кто не экскурсирует до церкви. Может кто-то помер, кто-то может зайти до церкви. А так, чтобы помолиться, чтобы именно на службу, на литургию, такого нема. Бо есть такие большие, что первые люди тут побачили, что они пришли сегодня. А борются за церковь. Ну, что сделаешь? Они требовали сходки села. Но в селе у нас большинство баптистов. Церкви не было долго, 30 лет. Багато баптистов. То, что все будут на сходки села и вырешивать долю православной церкви, этого же не может быть. Однако это не остановило сторонников СЦУ, которые 23 января безосновательно радостно зарапортовали о переходе общины. К сожалению, данную неправдивую информацию без проверки растиражировали некоторые одесские СМИ. Это вызвало недовольство жителей села, которые вечером этого же дня экстренно собрались у Покровского храма и провели собрание религиозной громады, на котором 249 прихожан своими личными подписями подтвердили предыдущее решение. Община храма остается верной Украинской православной церкви и ее законному каноническому предстоятелю, блаженнейшему митрополиту Ануфрию. Значит, у нас стало такое вопрос, по поводу которого мы сегодня собрались, вы все знаете. Чи подтвердимы, мы голосуем, что религиозная громада Свято-Покровского храма села Ярославка Одесская епархия Украинской православной церкви и подтвердимы мы свою духовную и каноническую военность с Украинской православной церковью под предстоятелем блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия. Кажут теперь своими словами, до кого не дойшло, это такая церковь, как была. Да. Без изменений. Другий вариант. Другий вариант, скажу сейчас. Так, как писали, клопотание, и мы обсуждаем, и должны обсуждаем это вопрос, чи мы переходим у святейшую церковь Украины, або она еще называется православная церковь Украины. Это новая церковь. Все лишились верной канонической церкви. Это лишнее. Мое мнение, мы сейчас начнем поднимать руки, это будет долго. Давайте я сейчас скажу за первый пункт, все переходят влево. Кто за второй пункт, переходит вправо, потом считаем людей. Нет, вот сюда. Хорошо. Право. Понял. Кто за первый вариант, мы залишаемся такою церковью, как мы были, то бишь перед предводительством. Нет, где сюда. Ануфрия, прошу перейти вправо. До забора. Тихо. Да, за нашу плач. Да, за нашу плач. Спасибо. Это нашу плач. Ой. Ой. Анатолий. Ануфрия! 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 В имени нашего владыка митрополита Гафангела приношу вам подяку за поддержку каноничної Украинской Православной Церкви. Настают нелегкие часы, как я уже сказал на начале нашей встречи, но с Божией допомогой мы это переживем. Радянскую владу церква пережила, и переживем и эти сложные часы с Божией допомогой. Все Господь даст, все станет на свои рельсы, истина переможе, и все снова сможем вольно споведать свою церковь. Но сегодня очень важный был ваш выбор, вы его сделали. И еще раз от имени владыки я вам подяку, все от нас, священников, которые сегодня здесь с вами, с вашего благочения, которые собрались, и пропоную, давайте заспою нашему владыцу и блаженнейшему митрополиту Киевскому всей Украины многое лето. Новая лето, Новая лето, Новая лето, Новая лето. Все попытки расшатать религиозную ситуацию в регионе, базирующиеся на дезинформации и нарушении закона, разбиваются о правду Божию и подлинную волю народа. Хочется призвать всех верных чад Святой Церкви не бояться мрачной тьмы, не поддаваться на провокации служителей неправды, но храня огонь молитвы и надежды на Бога, оставаться верными Украинской Православной Церкви во главе с единственным каноническим и общепризнанным предстоятелем, блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием. Верным чадом канонической Украинской Православной Церкви передал свое первосвятительское благословение блаженнейший Феофил III, патриарх Иерусалимский и всея Палестины. 22 января епископ Арцистский Виктор, викарий Одесской епархии, совершил паломничество во Святой Град Иерусалим, где поклонился древним святыням Палестины и Иерусалима. Одним из знаменательных событий паломнической поездки было посещение Патриарха Иерусалимского. В своем назидательном слове паломникам из Украины Святейший Патриарх Феофил III отметил, что сугубо молится о мире в Украине и передает свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви. В память о визите Патриарх Феофил также вручил памятные подарки украинской делегации. Иерусалимская Православная Церковь – древнейшая автокефальная поместная Православная Церковь, имеющая четвертое место в гиптихе автокефальных поместных церквей. Управляется Патриархом Иерусалимским и Священным Синодом. Христианская Церковь в Иерусалиме основана в День Пятидесятницы, в момент схождения Святого Духа на апостолов. Считается матерью церквей, так как из Иерусалима Евангелие распространилось по всему миру. Называлась также Сионской Церковью. Первым епископом Иерусалимской Православной Церкви считается апостол Иаков, брат Господень. На 21 января президент нашей страны запланировал в Израиле встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом. Однако, как указали все официальные украинские СМИ, предстоятель Иерусалимского Патриархата накануне попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве. Однако, на следующий день патриарх Феофил встретился с украинскими паломниками во главе с епископом Арсельским Виктором, векарием Одесской епархии, прибывшим по благословению митрополита Одесского и Измельского Агафангела поклониться святыням Святой Земли. Сегодня по милости Божией, по благословению нашего владыки митрополита Агафангела мы посетили великие святыни Древней Палестины, приложились к гробу Господню, помолились на Святой Голгофе, о мире в нашей стране, о мире в нашей Церкви. Господь миросердно исподобил нас также побывать в Вифлееме, на месте рождения Господа нашего Иисуса Христа. Также Господь сподобил нас побывать в Вифлееме блаженнейшего Патриарха Феофила, Иерусалимского, и сия Палестины. Мы получили от него благословение. Он заверил в том, что молится о мире в нашей стране, в нашей Церкви, попросил передать всем верным Святой Православной Церкви свое благословение первосвятительское. Он преподал нам слово наставления, что в любых искушениях, в любых трудностях человек должен в первую очередь всегда возносить свои молитвы к Богу, и Господь обязательно услышит эти сердечные молитвы и помилует каждого из нас. Святейший Патриарх Феофил III отметил, что сугубо молится о мире в Украине и передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви. Международная поддержка Украинской Православной Церкви идет вразрез с тем, как некоторые сегодня к ней пытаются относиться на родине. Священника канонической церкви перестали пускать в храм, в котором он был настоятелем с 2002 года, а сам святой храм превратили в место удовлетворения религиозных нужд военнослужащих. Речь идет о храме в честь святых Кирилла и Мефодия, расположенном на территории Одесской военной академии. Как и все храмы, он в советское время был поруган, а в начале 2000-х годов по просьбе тогдашнего начальника Института сухопутных войск митрополита Гафангел начал восстановление храма. Владыка рукоположил во священника этого храма бывшего военного, подполковника запаса, участника боевых действий в Афганистане Сергея Дмитриева. Своими силами наличные средства и пожертвования прихожан священник в короткие сроки восстановил храм. Подробнее о том, почему спустя 17 лет служения священника и прихожан не впускают в родной храм, далее в сюжете. Храм святых Кирилла и Мефодия при Одесской военной академии был основан в 1900 году. После советского богоборческого режима по благословению митрополита Гафангела храм буквально из руин восстанавливал бывший военный, подполковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Сергей Дмитриев. На столетие освящения в 2002 году решили, что этот храм надо возрождать, чтобы уже не было там спортзала, где было место моления. С этого времени я начал свою вот эту вот деятельность по восстановлению храма. За это время храм был восстановлен, и те, кто вот видел фотографии, что там из себя это представляло, и что сейчас представляет. Это все было сделано вот трудами лично моими и прихожан, которые разрешали, допускали на территорию нынешней военной академии в храм Кирилла и Мефодия. Все эти годы протерия Сергий Дмитриев и община храма трудились над его дальнейшим благоустроением. Были завершены роспись стен, сооружен величественный иконостас, украшенный великолепными иконами, приобретены престол, евхаристические наборы и все необходимое для богослужения, которое совершалось здесь на протяжении 17 лет. Я сегодня хочу вспомнить момент, когда все это начиналось с 2000 года, когда стал вопрос восстановления храма, тогда как бы офицеры все были заняты восстановлением всего этого огромного комплекса, ну а вот храм оставался таким вот единственным местом, который был строительной площадкой. И, собственно говоря, когда начали, понимали, что деньги не выделяются, для того, чтобы начать возобновление, восстановление храма, нужны были средства, для этого нужны были пожертвования. И нужен был священник, который бы взялся за это дело и его воплотил в жизнь. И, скажем так, их приходило немало. Но когда они смотрели на объем работы, который надо было выполнять, они все через некоторое время пропадали. Был там единственный один, напомню, из Винницы где-то месяца три он продержался, но потом пришел и спросил, а почему же не восстанавливается храм и тоже пропал. И вот когда к нам пришел отец Сергий, он как-то сразу сказал, я знаю, что надо делать. Он эти леса обгородил военными плащ-палатками, повесил на них несколько икон и начал молиться. Вместе с ним начали молиться и мы, и пошло дело, пошло строительство. Привлечены были огромные средства. Проверьте, чтобы сделать его в таком виде, как сейчас, это миллионный гривен. Конечно, были какие-то части средства прихожан, но в основном отец Сергий. Откуда он без Божьей помощи не обошлось? Откуда? Приходили люди, какие-то незнакомые, бизнесмены, жертвы те огромные деньги. Сегодня в некоторых СМИ распространяется дезинформация о том, что якобы у настоятеля, отца Сергия, есть конфликт с его прихожанами и именно они его из храма выгоняют. Однако это не так. Не только священника уже как полгода не пускают в храм, но и его верных прихожан. Отметим, что инициатива закрытия храма идет от руководства ВУЗа и на сегодняшний день уже снята с храма табличка с названием Православного храма Украинской Православной Церкви и повесили надпись, что это место для удовлетворения религиозных потребностей. И с этого времени перестали пускать в воинскую часть и непосредственно в храм, прихожан храма. Пускали только еще тогда меня как настоятеля, чтобы я там молился один. Но с 2019 года прекратили это. Тоже меня вот уже больше не пускают туда. Пришла директива о том, что необходимо создавать место для моления, для как сказать сейчас удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих. Но храм, как бы сказать, он так был так и есть православным. А место можно было бы сделать для удовлетворения религиозных потребностей, наверное, и другое. На это, наверное, будут выделяться деньги. Мне денег никто не выделял. Сколько не было вот руководителей высокого ранга, и президенты приезжали туда, и министры обороны, никто больше 200 гривен не давал. То есть от 10 до 200 гривен только и были пожертвования. Все. Все остальное, вот эти вот золочения, все это купола, и крыши, и потолки, и все, что вы там видите, это вот все вот было на пожертвование прихожан нашего храма. Я хочу еще раз сказать отцу Сергею, отец Сергею, спасибо вам за все. Во многом вы мне помогли. Возможно, может быть, вы даже и не знаете сами, но тем не менее. Вот. Хочу, чтобы этот храм оставался все-таки православным храмом, потому что мы православные люди, и мы не можем придумывать себе какие-то правила, законы. Вот. Есть одни правила, законы, догматы, которым мы должны придерживаться. Как православные люди, мы должны идти за священником, который несет это православие в своей душе и в своей пастырской службе. Это тот человек, который несет добро и любовь. Это человек, который от Бога. Дело в том, что церковь может создать только Бог. Человек ее создать не может. Нашу православную церковь создал Господь наш Иисус Христос, да, 2000 лет назад. А все то, что нам предлагают под видом церкви, создали люди. И это не есть церковь. Отец Сергий служит той церкви, которую создал Господь. Сейчас в храме остались иконостасы, все остались фрески, росписи. Естественно, что я не рушил там ничего и не собираюсь этого делать. Потому что моя задача состоит только в том, чтобы все исторические святыни, которые были у нас до революционных всех событий, чтобы они, опять-таки, построенные предками нашими, чтобы они и оставались этими святынями, и чтобы наши потом поколения, которые придут, тоже молились и прославляли Бога. Вот это самое главное, что мы должны делать. Я помню, когда привезли из Западной Украины иконостас, красивый, резбленый, воздушный такой. Вот, ну не хватало. Тех, кто пообещали оплатить, как-то пропали. Оставалось, ну, 5000 уе надо было доплатить. Отец Сергий отдавал в залог свое имущество и выплачивал эти деньги для того, чтобы расплатиться с этими рабочими. С тех пор, вот как бы, ну, мы с моей женой, тамушечкой, мы первые, кто обвенчались в этом храме. Вот на фоне этих плащ-палаток так все начиналось. Через некоторое время, 5 лет назад, там обвенчался уже мой сын. Для нас этот храм, ну, как дом родной, мы все сопереживаем тому, что сейчас происходит. Мы люди законопослушные, как бы, такая политика на сегодня в стране. Но, тем не менее, как бы, пусто остается на душе, как бы, что с душой-то делать в настоящее время. И хотелось бы, ну, чтобы сегодня все то, что мы делали своими руками, особенно отец Сергий, чтобы оно сохранилось, чтобы это оставалось храмом, а не местом для удовлетворения потребностей. Вот, чтобы люди могли молиться, посещать его, вот, и чтобы всем их жили в мирном, в мирной Украине, под мирным небом. Десять лет назад, когда Господь призвал меня, я пришла в этот храм, и мы здесь служили службой. Ходили крестным ходом. Отец Сергий всегда молился о мире в Украине. И теперь настала такая беда, что враги хотят потопить наш корабль. Они обстреливают его со всех сторон и думают, что мы погибнем. Но мы не погибнем, потому что Господь с нами. Господь сказал, что Он построит церковь, которую врата адовы не одолеют ее. И кто бы ни старался, как бы ни не хотели, у них ничего не получится. Потому что сейчас настало время такое, что пришли к власти люди, которые не от Бога. Это люди от человеков. И они творят волю дьявола, а не волю Господа нашего. И они никогда не победят. Не будет у них ничего хорошего на их жизненном пути. Спасибо вам, Отец Сергий, за ваши труды. Берегите себя. Не надо так сильно расстраивать, чтобы здоровье еще оставалось на дальнейшие труды. У нас еще есть храмы. И мы построим новый храм, если нужно будет. На наших глазах начиналось строительство, возрождение этого храма. То есть мой муж тоже служил на территории, ну в училище, бывшем училище, теперь институт сухопутных войск. И своими глазами мы видели, как там был спортивный зал. То есть занимались спортом. И после на наших глазах усилиями многих мы видели и начальник института, и начальник факультета. Они прилагали и давали зеленую дорогу для того, чтобы военнослужащие могли молиться. И прихожане, те, кто и сейчас проживает на территории института в общежитиях, они приходили и молились. И поэтому в данный момент возникает вопрос, а что, не нашлось другого места, допустим, для отправления потребностей, может быть, опять нужно возобновить на территории храма спортивный зал. Мы молимся, мы рядом и надеемся, что справедливость восторжествует и услышит народ, который хочет молиться там, где он уже не один год молится. Поэтому это место святое, будем надеяться, что оно останется таким. Сейчас общине заблокировали дорогу в храм, но народ во главе со священником не унывает и продолжает, пусть и за забором, но усердно молиться Богу о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, о мире и согласии, столь необходимом Украине. На этом наш выпуск подходит к концу. Больше новостей о жизни Одесской епархии смотрите в следующем выпуске ТЭО через неделю и читайте на сайте епархия.ua. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok